здравствуйте друзья сегодня у нас на заправке картридж cf-218 а оригинальный так сейчас я покажу как мы его заправляем для того чтобы нам его заправить нам надо снять вот эту крышку а точнее редуктор с шестеренками для того чтобы его снять откручиваем один болт и надо его здесь он здесь припаян на заводе изготовителя то есть нам его просто надо оторвать аккуратненько и все дальше будет просто на болту держаться никаких проблем с заправкой все картридж будет функционировать окна вот так у нас картрид производства вьетнам соответственно болт болты откручиваются против часовой стрелки как обычно карты же производства япония болты закручены наоборот то есть откручиваем по часовой вот такая вот история откручиваем все вот мы увидим у нас редуктор вот так мы его отламываем все просто тут есть ямочка здесь на фотографии покажу я просто отвертку упирая в нее и ее отвожу в сторону вот и все примерно так все то есть никаких проблем снимаем редуктор все вот он снят здесь припойку и вот здесь фотография покажу этот болт откручивать не надо две крышечки которых все шестеренки собраны так скажем редуктор картриджи ну и вам нам его незачем выкручивать далее снимаем магнит то что у нас тонер не высыпался сразу здесь я это сердцевину магнит в оболочке я уже расскажу мусор понимая максимально избежать просыпания тонера смачиваю спиртом тряпочку по центру для того чтобы в мазуте где-то пальцы замажешь разбирая там картриджи любые особенно совместимые там пока мазута бывает описано я просто мазуту от спирта утирая сразу же все чтобы не ляпать картриджи весь ну и где-то на магните не оставить случайно на барабане и каратроне и так далее так все вытряхаем картриджи от остатков тонера так дозирующее лезвие мы не снимаем ну нет необходимости вообще его снимать трогать больно там так хорошо заклеена заводом ну и чтобы у нас никаких нюансов там не вылезло просыпание тонеров там неправильные слой тонера на магните и там и так далее то есть мы просто не снимаем его и не зашел снимать мы его чистим без кромка она тонером загрязнилась закоксовался тонер здесь чистим ее как обычно это просто для жидкости чистки тихонных валов она очень хорошо защищает тонер как и здесь все берем и аккуратненько без какого-либо нажима вообще практически то есть я сильно не нажимая на нее он сам со счет специальная жидкость она как-то тонер очень хорошо учится пока ни в коем случае не надо ее протирать с ацетоном потому что тогда в этом дозирующем лезвие она сама металлическая а вот у нем приклеена пленка то есть эта пленка может деформироваться из ацетона потому что ядреная жидкость вот а под этой жидкостью ничего не происходит абсолютно вообще то есть она ну идеальна конечно для чистки дозирок и так далее ракелей все он чистенький еще мы чистим уплотнители потому что если на уплотнителе также будет закоксован тонер где-то то точно так же он будет делать борозды и полоски там портить магнит тонером закоксованным вот здесь тихонечко сильно не нажимаем аккуратненько вообще если регулярно каждую заправку очищать картридж как положено как например вот сейчас мы здесь делаем мы со всеми картриджами так все чистим и ракеля и уплотнители и дозирки то картридж будет служить долго очень долго у нас есть картриджи которые по 17 раз уже заправляются недавно заправляли картридж в программе забивали 17 заправка была уже не у этого конкретно картриджа 85 так же если все это чистить всегда у нас не будет изнашиваться быстро барабаны магнитные ролики самое главное это магнитные ролики не будут портится и изнашиваться и так далее и печатать будет все хорошо тоже так же протираем в принципе она сама уветривается эта жидкость ну там просто с грязью же все как бы и все тихонечко убрал и все все он чистый дальше что мы делаем для того чтобы его заправить нормально мы сюда заправляем 60 грамм поставщики фасуют их по 50 грамм бутылочки с тонером мы берем на разъезд мы заправляем по 60 чтобы уж наверняка ресурс отходил вот он сюда влезает отлично без всяких проблем для того чтобы сюда заправить тонер комфортно я вот эту мешалку ну я видно здесь потом когда будете заправлять вы видите я ее просто подкручиваю для того чтобы она как можно меньше здесь вылезала там всего рода полиэтилен пакет такой так скажем кто-то их вырывает оттуда не знаю зачем он абсолютно не мешает ни заправлять картридж ни его использовать то есть этот пакет выступает когда картридж новый оригинальный он выступает чекой то есть когда в принтер картридж вставляется он проворачивается этот пакет отрывается ну сначала где-то ну и потом он выступает в роли тоже мешалки то есть как бы там есть мешалка но пленка более жесткая и этот пакет тоже ну то есть там как двойная такая мешалка получается лишним это не будет вырывать его не вижу смысла раз завод изготовитель зачем-то же я там придумал скана там и будет так скажем оставим все как есть все заправляем сюда 60 грамм заправляемые вот этим тоннером ASC Type 218 специально для этих картриджей раньше заправляли тоннером цветным CMG чем только не заправляли на самом деле ну тестировали ужас конечно что было вот это тут вообще идеально вообще никаких проблем выхаживает картридж заправляем нам уже приносили барабан на восстановление с этого принтера никаких проблем ресурс весь отхаживает вообще есть еще тоннер джади сейчас покажу ну он в принципе тоже хорошо печатает то есть вот что у джади что у этого плотность тоннера и яркость контрастность и так далее вообще вот не отличит от оригинала то есть два отпечатка положить с оригинала и совместимого ой с оригинала и заправленного картриджа вообще разницы никакой абсолютно печатает отлично но ASC чуть ярче печатан то есть плотнее джади то есть вот он вообще прям один в один как оригинал печатан ну и ASC мне больше нравится ну и поэтому он установили с меня стряхнем кстати тоннер не шибко сыпучий в отличие от ашпишных там для 85А картриджа и заправляем таким способом никаких проблем потряхиваем и дальше мы таким способом заправляем цветные картриджи ашпишки тоже дозирки не снимаем потому что там тоже вот там может быть дефект если дозирку неправильно установить ну и заправляем так давно уже то есть никакого дискомфорта не испытываем чтобы снимать специально дозирку там еще что-то ну не вижу смысла портить потому что обратно поставить ее как завод поставил проблематично нам просто уже приходили картриджи так скажем там конкурентов оригиналов которые тоже снимают дозирующие лизы неправильно их ставят обратно криво потому что там все всыпало с картриджей шуба неправильная перерасход тонера ну то есть далее у нас магнитный вал если сейчас увидите здесь полоски такие это присадки тонера даже у завода производителя оригинальные картриджи протираем вот этот магнитики тоже вот этой жидкостью чуть-чуть сюда оп и все а он резиновый ну то есть у этого оболочки резиновое покрытие идет сверху такое тоненькое его без тоже без всяких это надавливание сильно давить не надо на него аккуратненько тихонечко так как эта жидкость хорошо стирает вращает не надо даже давить особо ну все он все счищает все остатки тонера грязь еще что то удобно жидкость конечно давно и работаем так и она еще и без запаха еще вот удобно в отличие от ацетона он что-то ацетоном протирает магнитные магнитные ролики не знаю там за весь рабочий день надышаться можно так этим ацетоном а этот вообще не пахнет ее хватает надолго между прочим она конечно стоит в районе тысячи что ли но ее хватает надолго вот баллоны здорово и аккуратненько протираем наску а вот и кстати магнитных роликов все всегда такая проблема точнее проблема в клиентах они их на заправку не могут донести они вот так вот их носят как вот есть без коробки без ничего бывает так перенесу в кучу с карат с картриджами с другими и вот этот резиновый ролик очень легко повреждается вообще где-то если какая-то заусеница будет я вам потом эту заусеницу будет черную печатать то есть на поворот этого магнита то есть на аккуратненько их тоже в протирке даже там где-то ну видеть ну а так и если где-то есть уже повреждения ну приходится менять вставляем обратно я до конца его не вставляем потому что здесь полумесяц идет и вот здесь надо попасть и нам полумесяца практически вниз оп вставили и обратно ставим редуктор шестеренкой вставили здесь у нас шестеренка еще не села но мы ее сейчас посадим пока закрутим нам удобнее было все берем тонкие гусугубцы но я ими работаю и так вот все она вставилась ну дальше можно можете прокручивать если не проверяете чтобы увидеть шуму как стелит а если проверяете то мы проверяем как бы я ошибку тут особо не крутим чтобы посмотреть как он стелит здесь то есть мы принтер вставляем и видим уже по факту вот и вся заправка по чипам чипы мы здесь не меняем ввиду их дороговизны клиент с нами солидарен вот и так как этот чип родной который совместим как на оригиналах неважно его если не снимать то он как бы все работает дальше принтер в красную лампу не уходит то есть он может только выдать сообщение что используется использованный расходный материал но он будет печатать без проблем все если чип удалить отсюда вообще то принтер встанет то есть он красный будет гореть лампой все он печатать не будет то есть если меняете чип меняйте вставки а если не меняете чипы то не выкидывайте вот это и снимайте пойдем пойдемте проверим еще этот принтер очень прекрасно хрустит новое изобретение HP О слышите у него такая нормальная работа уже не первый принтер к нам приходит мы их проверяем из компьютера то есть ну можно и распечатать отсюда давайте распечатаем тестовый так чтобы видеть текст тестовым пускаем текст мелкий то есть восьмерка по моему чтобы уже конкретно видеть как он будет у клиента печатать вот у нас здесь кстати висит эталон вот этот листок вот этот листок распечатан на оригинальном 85 картридже 285А на новом принтере то есть вот мы его распечатали и примерно к этому эталону как бы все картриджи когда проверяем заправляем то есть стараемся чтобы он так же печатал ну все он печатает отлично то есть разница от оригинала видите никакого то есть от оригинала 85 ну то есть печать отличная но этот тонер хорошо работает вообще ничего не сыпет вот если не подключать к компьютеру то можно прямо с принтера проверить там идет лист конфигурации 1 это мы вот зажимаем и сейчас он заморгает индикатор отпускаем это будет лист конфигурации еще здесь есть тестовый лист то есть берем и сейчас он закончил сейчас он заканчивает берем нажимаем сейчас он будет моргать и когда остановится моргать там вот все отпускаем там выйдет сейчас тестовый демонстрационная странице вот печатает он отлично на камере тут тоже наверно видно что не фона ничего нету все стелит ничего не смазывается то есть никаких вообще все отлично вот так вот вот и все мы заправили c218 всем спасибо подписывайтесь на канал пока